Район – бытка. Чтобы застать людей дома, судебные приставы идут к ним в ранний час. Но и утром люди не всегда открывают дверь. Тех, с кем не удается встретиться, будут продолжать разыскивать. Часто очень приходится стучать, выжидать, тратить очень большое время на то, чтобы выловить данного гражданина, для того, чтобы как минимум просто вручить ему квитанцию, для того, чтобы он оплатил. Если человек начинает скрываться, не открывает двери, мы выписываем привод сотрудникам УВПДС, судебных приставов, которые вследствие начинают проводить розыск данного гражданина. Дверь одной из квартир все же открывается. Уведомления вручают матери должника. Женщина обещала проинформировать сына, который здесь прописан, о задолженности по транспортному налогу. С учетом пения уже набежало 15 тысяч рублей. Именно транспортный налог является самым проблемным. Его чаще всего и не оплачивают. На втором и третьем месте уже налоги на имущество и землю. К сожалению, многие сочинцы не задумываются и даже не знают, как оплачивать налоги. А тем не менее, срок оплаты до 1 декабря. Далее набегают проценты. Если, опять же, не будут уплачены налоги, то есть мы будем вынуждены применять в рамках статьи 48 Налогового кодекса на взыскании с применением обеспечительных мер. То есть принудительное взыскание. Будут сформированы заявления и направлены в суды о вынесении судебных приказов, которые своевременно будут направлены на взыскание судебным приставом. В этом году судебными приставами Хостинского района взыскано более 368 миллионов рублей. Рейды с участием представителей налоговой службы, службы судебных приставов и районной администрации продолжаются. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.